Вести Карачаева-Черкесия 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 И нанесена дорожная разметка Напомним, данный мост находился В предаваренном состоянии И не отвечал современным транспортным Эксплуатационным требованиям В связи с чем главой республики Рашидом Темрезовым было принято решение О проведении мероприятий По его капитальному ремонту В Карачаевском районе В рамках нацпроекта «Экология» Завершилась работа по рекультивации Хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника Его накопленные за десятилетия отходы Ранее представляли очень серьезный Источник загрязнения Окружающейся льды и питьевых вод Комментирует информацию Первый заместитель министра Природных ресурсов и экологии Валентина Лешова С помощью федеральной программы Нам удалось все это закрыть Здесь вы видите дамбу Которая отгораживает этот участок От реки Две нагорные канавы Которые собирают весь сток И я должна сказать Что мы все эти пески Отходы от горно-обогатительной фабрики Закрыли бентонитовыми матами Которая как бы под воздействием влаги Глина в бентонитовых матах Бентонитовая глина разбухает И сушит глиняным замком Все это удалось рекультивировать Выдавить эту всю воду Перекачать ее на хвостохранилище Вторую очередь Закрыть это хвостохранилище Там тоже целый пирог Это капиллярно-разрывной слой Который там 80 сантиметров Потом геосинтетическая мембрана Которая не позволяет проникать в воде И как бы замачивать Вот эти все хвосты Которые остались Дальше слой глины Почти 50 сантиметров И плюс еще 20 сантиметров Трудородного слоя Тоже засеяли травой В ауле Инжичекуна Базинского района Карачаева Черкесии Заменены ветхие водопроводные сети Из-за которых часто возникали Перебои водоснабжения В сельском поселении были ветхие Водопроводные сети По программе комплексного развития Сельских территорий Заменено более 3 километров Водопроводных сетей Часто не было воды Были утечки, прорывы Из-за ветхих труб Теперь таких проблем уже не будет Рассказал заместитель Главы администрации Базинского района Тимур Ксалов На данный момент работы Подошли к завершающему этапу А это значит Что буквально через неделю Местные жители Получат чистую питьевую воду Всего по программе Комплексное развитие Сельских территорий С 2018 года Построен 81 километр Водопроводных сетей В 34 населенных пунктах С начала действия закона О повышенной выплате Страховой пенсии По старости инвалидности Неработающим пенсионерам Имеющим сельский стаж Ее получил уже 1591 житель Карачаева-Черкесии С увеличением С 1 июня Фиксированной выплаты К пенсии До 7220 рублей Увеличился и размер Сельской 25% надбавки И составил 1805 рублей А для получателей Страховой пенсии По инвалидности Третьей группы 902 рубля Для получения Указанной надбавки Одновременно Должны соблюдаться Четыре условия Во-первых Это получение Страховой пенсии По старости Или инвалидности Во-вторых Пенсионер должен Иметь 30-летний стаж Работы В определенных Должностях Сельского хозяйства Также Получатель пенсии Должен проживать В сельской местности И быть неработающим В стаж Для сельской надбавки К пенсии Включается работа В сельскохозяйственных Организациях На территории России А до 1 января 92-го года На территориях Союзных республик Бывшего СССР В профессиях И должностях Предусмотренных Списком Утвержденным Правительством При условии Занятости В таких Производствах Как растениеводство Животноводство Или рыбоводство В республиканской Столице Проведена Совместная работа ГИБДД Спецподразделения Гром Управления по контролю За оборотом наркотиков И сотрудников Уголовного розыска МВД Покорчаева Черкесия Мероприятие было направлено На проверку Соответствия документов Необходимых Для управления Транспортным средством Выявление Незаконной перевозки Оружия Взрывчатых Веществ Взрывных устройств Наркотических Средств Алкогольной И табачной Продукции В результате Проведенных мероприятий По выявленным Нарушениям Составлено 84 административных Протокола Совместные Профилактические Рейды Направлены на Обеспечение Общественной безопасности И безопасности Дорожного движения В республике Первый Физкультурно-оздоровительный Комплекс Будет построен В ауле Учкулан Карачаева Черкесии По нацпроекту Демография Уже в текущем году Здание Будет состоять Из двух этажей На первом этаже Зал Размером 24 на 15 метров Который предусмотрен Для нескольких Видов спорта Борьба Бокс Тяжелая атлетика А также Игровые виды спорта На втором этаже Обустроят Тельнажерный зал Раздевалки Душевые Санузлы И административные Помещения Пропускная способность Спортивного объекта Который займет площадь Почти в одну тысячу Квадратных метров Будет составлять 50 человек На сегодняшний день Проводится подготовка Свай для дальнейшей Установки металлоконструкций Завершение строительства Намечено На конец Текущего года Волонтеры И сотрудники Организации Алашара Занимаются Росписью стен В национальной тематике В аулах Карачаева-Черкесии Через уличное граффити Мастера стрит-арта Могут донести до людей Важную информацию Обратить внимание Общественности На злободневные темы И мотивировать их На действия Начало проекта Социальное граффити Было положено Еще в 2019 году В честь проведения Шестых игр Народов Абаза Был нарисован Логотип игре На стене школы Аула Эльбурган Волонтерским корпусом Алашара Также в ауле Новокувинск Была проделана Реставрация Фасада здания Дома культуры Следующей целью Стал фасад Здания почты В ауле Старокувинск Рисунок был Заранее согласован С администрацией Сельского поселения Автор данного рисунка Волонтер организации Диана Жирова Команда художников Увельна Что данный проект Позволит сохранить Самобытную культуру А также покажет Культурные особенности Абазин В современном формате В предстающую субботу В Черкесске В парке культуры И отдыха Зеленый остров Пройдет Всероссийский Фестиваль фольклора Навеки с Россией В нем примут участие Мастера народных промыслов И фольклорные коллективы Из Адыгей, Дагестана Кабардино-Балкарии Чечни, Краснодарского И Ставропольского краев Волгоградской И Астраханской областей Будут представлены 12 подворий Из районов республики Пройдут мастер-классы По народным промыслам Керамики Золотому шитью Резьбе по дереву И многим другим Начало фестиваля В 11 часов А в 18 часов Запланирован Гала-концерт На главной площади Черкеска Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Завтра по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Без существенных осадков Ветер восточный 5-10 метров в секунду Порывы до 14 метров в секунду Температура воздуха Плюс 29, плюс 34 В горах местами До 26 градусов выше нуля В Черкесске без осадков Ветер восточный 5-10 метров в секунду Порывы до 14 метров в секунду А столбик термометра Поднимется до отметки 33 градуса выше нуля Это все главные новости Карачаево-Черкесии К этому часу С ними вас знакомила Руфина Ковалева Реклама Индустриально-технологический колледж Продолжает набор выпускников 9-11 классов Бесплатное обучение Поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ Стипендия, общежития, отсрочка от армии С получением профессии Техники грузовых и легковых автомобилей Автогридерист, экскаваторщик Электромонтажник Сварочное производство Моделирование швейных изделий Парикмахер, мастер по обработке цифровой информации Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите Количество мест ограничено Индустриально-технологический колледж Улица Октябрьская, 56 Телефон 211725 Мы растим профессионалов Стань успешным и ты 30 и 31 июля Приглашаем жителей и гостей Карачаева-Черкесии В парк культуры и отдыха Зеленый остров На грандиозный фестиваль Кавказской кухни Кунак В программе фестиваля Бесплатная дегустация Уникальных национальных блюд Народов Кавказа и Закавказья Интерактивные кулинарные мастер-классы От шеф-поваров Торжественная церемония Закладки капсулы времени С рецептами аутентичных Кавказских блюд Праздничный концерт И салют На площадке фестиваля Пройдет чемпионат поварского искусства Большие огненные игры С участием поваров мирового уровня Главный приз Кубок главы Карачаева-Черкесии И звание Кунак-2022 В честь столетия региона Именитые повара Приготовят по 100 литров Бышлак-Биширген Нагайшай Окрошки И липжи Испекут больше 100 Балкарских хачанов И не только Организаторы фестиваля Министерство туризма и курортов Карачаева-Черкесской республики Северокавказская ассоциация кулинаров Судьи чемпионата Алла Мишина Денис Перевоз Анна Жукова Бесо Чеченов Почетные гости фестиваля Анатолий Ли Курсант Нурадинов Альвеер Кабулов Кумсият Мирзаева Генеральные партнеры проведения фестиваля Федеральное агентство по туризму Аппарат полномочного представителя президента России В Северокавказском федеральном округе Фестиваль кавказской кухни и кунак 30 и 31 июля Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» Начало в 11.00 Ждем всех Вход свободный Уважаемые граждане Доводим до вашего сведения Что на территории Карачаева-Черкесской республики Работает Госюрбюро Оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам Относящимся льготным категориям В случаях и в соответствии с федеральным законом О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации Вы можете прийти на личный прием в Черкесске По улице Красноармейская, 33 Обратиться по телефону 28 00 56 Или оформить электронное обращение На сайте губкачер.ру Вы слушали Радио России Карачаева-Черкесия До новых встреч!